Пойдите. Доброе утро, Динар. У меня сегодня выходной, поэтому без эрикана. Луксона сегодня тоже выходной от тебя. Арсен, что ты хочешь? Вот, ищу хозяина на один из этих билетов. Точнее, хозяину. Очень хороший классический концерт. Очень плохой классический подкаст. Арсен, это так банально. Ну, хорошо, кирпич. Что? Тебе же нужно было что-нибудь не банальное. А вот, это как раз самые лучшие места, потому что рядом со мной. Может, составишь компанию? Составлю. Тем, кто тебе уже отказал. ДТР Хартамеля. Кто это? Это первая женщина-пилот. Ну, а ты первая, кто мне отказывает. Ну, зачем оставаться в истории таким образом? Подумай. Хорошо. Арсен, я подумала. Нет. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Всем привет. И, конечно, на поэтому. Экономrab especially work. Очень окемよ-voла. АПЛОДИСМЕНТЫ И вы знаете это шмеш is aps-батерская. Осень nowhere. АПЛОДИСМЕНТЫ Арсен, Девушка, вы почему нарушаете закон? Вы что, не знаете, что в Астане таким красивым, как вы, ходить запрещается? Можно только ездить? Давайте я вас подвезу, пока вас не оштрафовали. Подвезу? Что-то новенькое. Может, ты меня сразу чаем обольешь, я дальше пойду? Чаем облить? Это ваша какая-то чайная фантазия? Давайте для начала просто угощу. А остановимся на подвезти, а угощу чуть позже. Ну? И как же зовут любительница обливаться чаем? Кати Паш. Кати Паш? Вас семьи очень любят. А давно у тебя эта машина? Ну как давно, месяца два, в принципе, пора менять. К вопросу от угостить. Мы не обсудили, может быть, вечером поужинаем где-нибудь, например, в Ле-Провансе. Ле-Прованс? Ты серьезно? Там же ли капец, как дорого. Ну почему, может быть, я хочу посидеть с вами в тихом, безлюдном местечке. Оставьте свой номер, я позвоню вам вечером. А разве у тебя нет моего номера? А мы разве где-то виделись? Я бы точно запомнил такую красотку, как вы. Наверное, у меня амнезия. Ладно, где твой телефон? Давай запишу. Ты куда-куда? Стой, 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 стой. Мы сейчас работу проедем. Эх, впервые в жизни жалею, что в пробку не попало. Прямо так и не хочется выходить с этой машины. Ну, вечером это обсудим. Ты что, на работу не идешь? Иду я, как раз туда сейчас еду. Приятно было познакомиться. Ну, ладно. Давай. Сюрприз! Извини, что мне стука. Просто ты сказала, что для тебя меня не существует. А раз меня не существует, то кому стучать, дорогая? Лан, убирайся отсюда. Я тоже по тебе очень скучал, дорогая. Давно хотел подарить мне целую жизнь. А сейчас не можешь уделить даже минуточку. Я насчет машины, дорогая. А в чем проблема? Она куплена на мои деньги. Как же я люблю эти моменты. В общем, она куплена на твои деньги, а оформлена на меня. Потому что кое-кого в день оформления было так много дел. И сейчас, наверное, много. Не буду отвлекать. Ты скажи, где у тебя лежат документы, я сам заберу. У тебя нет мужской чести? Я смотрю, офицерской тоже не осталось. А там ментовская хитрость осталась. Меня уволили из органов. Я не буду говорить по чьей вине. И моя офицерская честь еще в запасе. Документы. Или сегодня в новостях появится сюжет про замдиректора Ацона, которого обвиняют в угоне. Какой же ты мерзавец. Взаимно. Хорошо. Хорошо. Ладно. Подавись. Спасибо. Убирайся отсюда, сволочь. Я же говорю, взаимно. Я слышал, если чайные пятна потереть вареным огурцом... Во-первых, мы с тобой уже здоровались. Во-вторых, тему с чаем мы обсудили и закрыли. Да? Что-то не помню, когда. У тебя опять обниви? Я поняла. Это игра, да? И одежда другая. Ты на работе не хочешь понтоваться. Да. Это игра. Я не хочу понтоваться. Вообще понты это не мое. Ну, кстати, рубашка, она, знаешь, какая дорогая. Шесть девятьсот я на базаре. Смотри, вообще не менедство. А наше свидание с тобой в Липровансе в силе? Свидание? Липрованс? Не обавантик. Какой ты странный. Ты что, передумал? Нет. Нет. Все в силе. Ммм, хорошо. Здравствуйте. Машину верни. А, ты. Прости, я не понимаю язык дворника. Я бы тебе сейчас объяснил бы на языке ослов. К сожалению, не владею. Машину верни, говорю. Эта машина по документам моя. Не заберу ее, заберет суд. Так что, братишка, если хочешь стать героем для динары, покупай эту ласточку. Не пожалеешь. Состояние идеальное. Я твою машине масло менял, сел и поехал. И сколько ты за нее хочешь? За динары? Забирай ее бесплатно. А за тачку? Трючки, бакси. Сколько? Ты еще плохо слышишь? Хорошо, скину тебе десятку на слуховой аппарат. Видишь, кивает. Если что-то не устраивает, можешь купить иного. Хотя с ее характером вряд ли она ее возьмет. Так что решай. Супермен. Ты что такая задумчивая? Все нормально? Да так, просто. Да, все нормально. Да? Ну, нормально так, нормально. Слушай, дальше. Салон у него шикарный, кожаный. Я искала такую же кожаную куртку, но не нашла. Никогда бы не подумала. То, что он всегда таким скромным. Вот, я про то же. И причем, знаешь, самое интересное, он в моих глазах преобразился. Стал таким симпатичным, что ли. Но странно. Вот на работе он со мной не разговаривает, будто мы и не виделись. А до работы он со мной флиртует. Ну, может быть, разделяет отношения и работу, в отличие от некоторых. Думаешь? Ты очно. А я уже грузиться началась. Что ты делаешь? Ой, извини. Ну, ладно, мне идти надо. Ты огурцом вареном протри, говорят, помогай. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Она мне говорит, вот ваш документ, я говорю, так не говорят, надо говорить только у полицейских. Сейчас у них по-новому. Слушай, Турсумбек, тебе нужно на стендапе выступать, слышишь? Ты такой смешной, я вообще в первую жизнь таких вижу. Согласитесь, да? Можно ваш документ? Конечно, так не говорят, сейчас говорят, доку полицейский. А я его говорю! 298, 299, 300, бинго! И вы становитесь обладателем автомобиля. А, вот вам партмоне, вот вам один ключ. Можете пересчитать? С тобой приятно иметь дело, Арсенчик. А я с тобой, мёд! Можно? Алдияров, я пойду с тобой на концерт, только по решению суда. Куда, Иса Ахтасовна? Я надеюсь, никакого суда, Динара Эриковна. Я хотел вам отдать ее. Что отдай? Хотел вам отдать должное. Динара Эриковна, вы хороший руководитель, мастер своего дела. Я всегда хотел сказать вам... Вот сволочь. Что? Да сволочь, я всегда поступаю неправильно. Алдияров, можно, пожалуйста, сразу концовку монолога? Мне сейчас честно, не для себя. Можно? Зубная паста, люстра, оранжевый. Пока не могу сказать. Все. Пока. Где машина и документы? Салам, герой. Не переживай, с ними все в порядке. Они у закона овладеются. А откуда мне ключ тебя не интересует? У меня был запасной, прикинь. Тогда, надеюсь, у тебя есть запасной нос. Я же тебе заплатил. Ты не ты, когда хочешь понтануться перед девушкой. А как же расписка? Подождите, вы кто? Что-то я вас не могу вспомнить. У меня есть ключ, я знаю, как выкрутит машина. Угон? Бесплатный совет. Бесплатный совет, сам себя не узнаю. Короче, мне кажется, лучше еще раз заплатить, чем пару лет смотреть в клетчатый окошко. Ну все, до свидания. Трусенбек? Давай. Ага, пока. Вау! Какие ножки? Одна красивее другой. И куда это мы ими топаем? А как же свидание? Ты же вроде занят. И вообще пропал. Ага, пропал. Я с сосисками в тесте ездил. Я подумал, что мы в этот ли про нас пойдем? Лягушек кушать, что ли? От них вообще бородавки, между прочим. Давай пикник на свежем воздухе устроим? У нас же автобусы черплим. Пикник? Ну, давай. А где твоя машина? Нет. Бен, темр, тулфарм. Свежий воздух, спорт. Икры в тонусе. Ну, или он тебе не нравится? Не-не-не, классный велик. Обожаю вообще велосипеды. А куда я сяду? Здесь же одно место. Круто водишь велосипед. Ай-яй, мне все говорят. Ну, лучше, братья, сестры. Ага. Дядя. Ты не подумай, ты, ты пирога подожжу, честно. Да? Классно. А хочешь без рук? Не-не-не, не надо, не надо, не надо. А хочешь я сама проходить за полем? Серьезно? Да не бойся, это не страшно, давай. Ну, я в последний раз в детстве каталась, и поэтому мне как-то не хочется. Тем более, ты почему в детстве эта мощная память? Если что, я тебя словлю. Ну, давай. Вот, хорошо. Хорошо. Так, молодец. Поехали, крути педали. Молодец. Вот, хорошо. Ровнее, ровнее, ровнее. Крути. Хорошо. Мама. Ой, мама. Скорость переключай. Мамочка. Мама! Ну, что ты стоишь? Будешь ты меня ловить или нет? СМЕХ Я смотрю, на хлеб с маслом уже хватает, да? Ты так долго ехал, представляешь? За это время цены на машину резко брызли. Даже два раза. Теперь с тебя шестьдесят штук. Шестьдесят? Да. Тогда считай. Четыре. Машина больше не продаётся. Здравствуйте. Капитан Касумбаев. Ваши документы. Мои. Возьмите. Я просто немного похудел, как с органов уволился. А так мы бывшие коллеги. Войдите из машины. Хорошо. В чём дело, капитан? Ребят, что случилось? Да уж походу майор. Эта машина угонит. Последний раз я сосиски в тесте ела в школе. Очень вкусно, да? А я люблю их с детства. Только не есть, а курить. Слава, я тоже это делал. Ты хочешь поиграть с Сони Монтана? Я тебе скажу, никто никогда не играл с Сони Монтана. Ты такой смешной. Да, мам, мы так не веселились. Почему я сразу на техники пригласил? Или за рулём внедорожника это не камель-фоу? Какого внедорожника? Ну, такого беленького, на котором ты меня утром подвозил. Что, а сосисок в мире курил? Если честно, ты меня сегодня везде с кем-то путаешь. Даже обидно. Прекрати уже предваряться. Мы тут одни. Да я серьёзно? Ну, что за игры, что за смс-ка? Да вот же мой телефон. У меня даже смайликов таких нету. Мне вообще смайликов нету. Зач, не ты меня сегодня подвозил. Обалдеть! У тебя есть двойник. Теперь понятно, почему ты меня в Соне морозил. Я ещё дурная, а типаж представилась. Ладно, уже поздно. Мне пора. Может, костёр разожжём, а? Ну, расскажите, как оказались в машине господина Уразова? Да у меня точно такая же. И ключ подошёл. Да на панели собачка точно-точно. Да? Всё, вот ты. Давай, как на тормоз. Всем мороз. Собачка, то есть вот эти вот все вещи ты будешь дома рассказывать. Фильмов насмотрелся, ирония судьбы. Хочешь, я тебе скажу, как дела было? У тебя ключи подошли потому, что граждане Уразова не пропали. Понял? Да тут какая-то ошибка. Я требую адвоката. Адвоката. Ты лучше потребуй тёплую одежду и отдельную камеру. А, это ты. А как ты всё это провернул? Да лохайда, Смарлен. Срочно комиконер-пактор. Срочно комиконер-пактор. Я? Может, это ты провернул, угоняя чужую машину? Господин, разве вы не видите? Он же меня подставляет. Я тоже из органа, господин. Возьмите, брат. Был уволен. Порочил честь мундира. Честь дочери начальника отдела. Знаешь, тебе тут адвокат не поможет. Тебе поможет нотариус. Лучше оформить дарственное. И не сидеть смотреть в клетчатое окошко. Два года. И не забудь вернуть деньги, это будет наградой за героизм. И не забудь вернуть деньги, это будет наградой за героизм. Это будет анкет. Если ты приходите на верху, ты приходишь, то ты на любили мать? Ха-ха! Жанное, я не знаю. Аксает, я не знаю. Можно разобрать меня. Да, сегодня я за子ом не знаю. Спасибо большое. Я даже не знаю, как тебя отблагодарить. Как ты узнал про машину? Когда ты отказалась прийти на концерт, я подумал, она хочет, а тебе просто и не начало. Ну вот, в общем, как-то так. Вот как. Ну, теперь приглашай. Или ты уже нашел кого-то на лучшие места? Да. И нет, точнее, не совсем. Билеты просто уже не у меня. Понятно. Ну что, ты садишься? Куда? На лучшие места, рядом со мной. Я знаю одну кафешку, там играет не хуже, чем на большой сцене. Отлично. Что праздновать будем? Мне машину подарили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА